всем привет меня зовут максим и вы на канале moto максимус друзья сегодня у нас обзор вот на этот мотоцикл на honda gold wing конкретно этот мотоцикл о котором мы сегодня будем говорить он у нас 2004 года выпуска конца 2004 и это на секундочку юбилейная 30 серия мотоциклов honda gold wing об этом нам говорят шильдики которые расположены на самом мотоцикле обозревать мы будем именно его я сейчас расскажу вам всю ту информацию которую я знаю об этом мотоцикле естественно я узнал ее из техпаспорта и от владельца и дальше мы поговорим о том на мой взгляд кому все-таки нужен этот мотоцикл дело в том что я загорелся уже давно снять обзор на honda gold wing этот мотоцикл моего товарища правда с небольшой оговорочкой он уже продан буквально недавно он решил сменить технику выставил на продажу этот мотоцикл и уже приобрел следующий какой пока не буду говорить но обещаю что вы обязательно увидите его в моих обзорах но давайте поговорим не о том продается или нет этот мотоцикл о том что чисто гипотетически возможно вы получите приобретая такой мотоцикл на рынке и нужен ли вам такой мотоцикл повторюсь я давно хотел снять обзор именно на honda gold wing и в прошлом году мы пришли к общему мнению что мотоцикл у него практически все время стоит без дела и пора бы мне на нем прокатиться и снять на него большой обзор и соответственно показать его вам идея была такой откататься на хонде gold wing всю осень потом обслужить его в течение зимы сейчас да и потом по весне смотаться на нем в крым и уже полноценно скажем так сознанием дело говорить об этом мотоцикле как о мотоцикле для путешествий для кого для чего он и возможно определиться нужен ли такой мотоцикл например мне но так как мой товарищ уже продал этот мотоцикл соответственно мы немножечко урезаем наш первоначальный план и снимаем обзор сейчас зимой за плечами у меня три месяца общения с этим мотоциклом не могу конечно сказать что я ездил на этом мотоцикле прям каждый день и к сожалению мне не получилось уехать на нем там за две за три тысячи километров но всяком случае я много на нем поездил и здесь по городу и на работу мотался у меня есть небольшое преимущество работа от дома находится на расстоянии 50 километров поэтому каждый день была возможность проехать на мотоцикле 100 километров и все-таки успеть его почувствовать и так давайте говорим о honda gold wing 2004 года и о моих выводах об этом мотоцикле вначале немного технической характеристики мотоцикл выпущен в конце 2004 года и по сути о нем можно говорить как о мотоцикле 2005 года потому что именно тогда насколько я понимаю honda выпустила 30 юбилейную серию своих мотоциклов но опять же если я где-то буду не корректен в цифрах и датах поправьте меня потому что я никогда не владел honda gold wing да и никогда если честно к ней не присматривался а большинство из исторической справки которую я вам сегодня привожу я узнал от владельца этого мотоцикла на сегодняшний день у этого мотоцикла было три хозяина вот сейчас появится 4 купил кстати человек тоже со ставропольского края с невиномыска надеюсь он послужит ему еще верой и на сегодняшний день на этом мотоцикле общий пробег составляет 54 тысячи миль мотоцикл привезен с америки поэтому у него спидометр в милях что переводя на наши километры получается порядка восьмидесяти семи тысяч соответственно мотоцикл прошел довольно таки немало но состояние его превыше всяких похвал и об этом сегодня тоже наверное скажу и давайте раз уж мы заговорили о технической части этого конкретно мотоцикла я вам скажу что в этом мотоцикле есть а чего допустим нету в стандартной ходе goldwing этих лет в этом мотоцикле установлены и прогрессивные пружины как сзади так и спереди вилка усилена признаюсь честно я тоже повлиял на этот процесс потому что лет пять назад когда мой товарищ активно ездил на этом мотоцикле был такой момент когда он мне его дал на недельку покататься и по откатавшись неделю на этом мотоцикле сказал игорь замечательный мотоцикл но вот мне не нравится совершенно твоя вилка он говорит да это болезнь honda goldwing слабая вилка потом он потратил определенное количество денег и времени поставил туда заменил пружины заменил сальники перебрал вилку поставил дополнительную траверсу и после этого конечно же мотоцикл стал управляться намного интереснее и катаясь на нем вот теперь уже в конце 2021 года я успел это почувствовать также на этом мотоцикле очень серьезно доработана музыка вот лично на мой вкус и мне вполне хватало бы и штатной музыки которая стоит в honda goldwing у меня товарищ приезжал на стандартный honda goldwing без всяких изменений я слушал на ней музыку ну и в принципе и вот ну так как я не особый меломан мне этого хватает но мой товарищ который катается на этом мотоцикле он любитель музыки и поэтому здесь заменены все колонки убраны штатные поставлены какие-то более лучшие колонки стоит усилитель стоит куча каких-то приборов название которых я даже не знаю все они находятся в центральном заднем кофре и там даже стоит сабвуфер уж вот ну и наверное я бы никогда себе этого мотоцикла не поставил но хозяину нравится поэтому хозяин барин пускай катается также на этом мотоцикле находится определенное количество всяких лампочек подсветочек хромяшек и всякого разного тюнинга стоят вы носа в общем много всего про то что навешано на этот мотоцикл говорить можно очень долго но я для себя сегодня в этом видео вижу задачу в разобраться вообще кому нужен такой мотоцикл 2004 года выпуска с немаленьким пробегом но в хорошем состоянии из кучи всякого разного тюнинга всяких доработок хрома подсветок и всего остального давайте разбираться и мы будем основываться конечно же на моих ощущениях которые я получил от управления этим мотоциклом в течение нескольких месяцев для того чтобы как-то собрать в кучу те эмоции ощущения которые подарил мне этот мотоцикл я выписал для себя все ярко выраженные плюсы этого мотоцикла и все ярко выраженные минусы этого мотоцикла который я в нем увидел итак давайте по порядку ну во первых начнем с того что мотоцикл вот конкретно этот 2004 года насколько мне известно сейчас был продан за 750 тысяч рублей много это для такого мотоцикла или мало но я не готов спорить это не маленькая цифра за этот мотоцикл но нужно конечно же изучать рынок и смотреть вообще почем продают сейчас так такую технику довольно таки опасно брать мотоцикл таких лет но если ты знаешь хозяина в моем случае я хозяина знаю я бы наверное все таки на эту покупку согласился если бы мне такой мотоцикл был нужен не спорю тут есть что доработать скажем так вот но под мой вкус где-то что-то подмазать где-то что-то подклеить но в общем у мотоцикла очень и очень завидный внешний вид и он не требует ни перекраски не каких-то ремонтов не замены резина он в полностью обслужен и полностью готов к бою это я считаю для такого мотоцикла такого года с таким пробегом это большой плюс приобретение дальше я для себя записал огромный жирный плюс это комфорт и к этому огромному плюсу я бы сразу добавил еще один плюс это ветрозащита потому что ну вот лично для меня на мотоцикле на котором я планирую проехать не одну тысячу километров удобная посадка и хорошая ветрозащита это наверное такие вот две фундаментальные вещи которые мне очень нужны если вы смотрели мои обзоры на мой супер тенери мои доработки моего супер тенери вы наверняка обратили внимание на то что я большое внимание уделяю ветрозащите для меня это важно поэтому сев на honda goldwing я получил ну просто невероятное удовольствие от того что мне вообще нигде не дует да и в этом есть огромный плюс вот лично для себя я почувствовал так как преимущественно я мотался на этом мотоцикле на работу и это уже было осеннее время года были такие дни когда утром было довольно таки прохладно ну а к обеду стало теплее и вспоминая то количество экипировки которая мне нужно было одеть на себя чтобы на супер тенери доехать до работы и понимая что на honda goldwing я могу доехать просто в джинсах кроссовках в какой-то толстовки это не могло меня не радовать ветрозащита дает очень много и нужно просто ну понимать что выезжая куда-то там за 50 километров вам не обязательно одевать свою какую-то теплую экипировку брать какую-то подстежку вы наверняка доедете и не замерзнете это я считаю огромным плюсом ну а что касается комфорта из этого вылазит сразу таких два больших плюса которые в том числе нам могут подсказать для кого все-таки нужен этот мотоцикл помимо довольно таки серьезного комфорта который идет с этим мотоциклом в подарок для водителя также идет сумасшедший комфорт для второго пассажира вы можете видеть какой огромный там трон я не побоюсь этого слова сделано конструкторами honda для второго пассажира для вашего второго пассажир с которым вы ездите соответственно если вы покупаете этот мотоцикл для себя одного и будете вообще только один на нем ездить и никогда не возить второй номер ну наверное это как бы не совсем правильная покупка потому что вот в первую очередь когда я задумываюсь о том чтобы куда-нибудь поехать со своим вторым номером со своей супругой я конечно же думаю о таком мотоцикле но за этот комфорт друзья как пожалуй за все в этой жизни конечно же приходится платить оплатить приходится весом этого мотоцикла вот это вот огромный его минус и кто бы что не говорил в основном конечно это владельцы honda goldwin который рассказывает что эти 500 килограмм которые он весит они совершенно не чувствуются сел поехал и все замечательно да сел поехал вопросов нет никаких как только вы набрали скорость хотя бы там 40 60 километров в час этот мотоцикл идет просто как паровоз он прекрасно управляется у него низкий центр тяжести он рулится все замечательно но как только вы начинаете приближаться около нулевым скоростям или же вы начинаете где-нибудь в городе в неудобном месте еще под уклоном или наоборот на подъем разворачиваться шанс завалить вот эту вот яхту он огромный признаюсь вам честно я ни разу слава богу его не не приложил пока катался но пару моментов было когда я понимал что своей физикой мне приходится вот эту точку ловить чтобы не дай бог не пройти знаете как а точку невозврата и не приложить мотоцикл на бок тем более чужой мотоцикл если плюс еще представить что на этом мотоцикле сзади сидит второй номер а я несколько раз прокатился с супругой но соответственно риск завалить этот мотоцикл повышается из этого друзья мы получаем что за этот комфорт и для пассажира для водителя мы платим весом этого мотоцикла и конечно же платим тем что для этого мотоцикла нужны хорошие дороги я не говорю о том что honda goldwing не может проехать по грунтовке или не может съехать там до какого-то кемпинга конечно же может но как только вы попадете на этом мотоцикле на плохую разбитую дорогу вы поймете о чем я говорю когда я иду на своем супер теннере я просто встаю на подножке и прохожу все неровности на ура потому что ход подвесок огромный и соответственно мотоцикл даже сильно не раскачивает когда я прохожу такую же дорогу на honda goldwing мне нужно существенно сбросить скорость и постараться максимально объехать все ямки которые есть на дороге потому что во-первых пробиваются подвески если вы хотите хорошую яму во вторых тут стоят алюминиевые диски в третьих 500 килограмм веса друзья если вы поймаете хорошую яму поверьте без последствий для мотоцикла это конечно же не пройдет поэтому имейте это в виду и если захотите покупать такой мотоцикл на это тоже ориентируйтесь мы говорили с вами о музыке которая доработана на этом мотоцикле про усилители сабвуфер и все остальное и вот пожалуй музыка это наверно такой огромный жирный плюс при выборе этого мотоцикла не могу сказать что я мечтал о мотоцикле на котором играла бы музыка но поверьте мне это какой-то такой определенный фетиш какой-то определенный кайф когда ты едешь по городу на этом мотоцикле он большой красивый весь светится и у тебя еще играет какая-нибудь хорошая музычка но которая тебе нравится я уже не говорю да про то что все люди на тебя оборачиваются и ты становишься таким предметом всеобщего внимания но и ты сам получаешь такое определенное удовольствие наверное как от управления автомобилем кабриолетом у меня никогда такого не было даже в таком никогда не катался но ты довольно таки открыт для общества все слышат твою музыку все видят твое настроение и ты ближе к дороге к участникам дороги и это такой определенный шарм все-таки имеет и если вы любите слушать музыку и если вы любите чтобы еще кто-то тоже слышал то что слушаете вы а и плюс ко всему вы любите выпендриваться то этот мотоцикл скорее всего для вас ну и раз мы подошли друзья к вопросу эстетики и выпендрежа то конечно же если вы выпендрежник в душе этот мотоцикл вам очень и очень нужен давайте вот я приведу такой пример который вам в принципе объяснит ход моих мыслей я живу в кисловодске очень много лет и очень часто проезжаю по городу на своем супер тенере и признаюсь вам честно но практически никто не обращает внимание на то что я на нем еду у меня не стоит никакого там громкого глушителя у меня не светится не сияет мотоцикл с него не играет музыка ну и проезжая весь город если 23 человека обратит внимание что кто-то приехал на мотоцикле то может быть ну во первых все уже привыкли к мотоциклам во вторых мотоцикл ничего такого сверхъестественно себя не представляет поэтому внимание он к себе не приковывает когда же я еду по городу на honda goldwing это совсем другая история друзья мои во первых все представительницы слабого пола от 18 до 80 обращают внимание на этот мотоцикл а некоторые даже машут вслед соответственно но я бы сказал то такой бабе магнит определенный и если вам это все нравится интересно то конечно же рассмотрите такой мотоцикл к покупке ну и вот друзья исходя из всего то что я вам сказал мы получаем то что это очень удобный мотоцикл это очень красивый мотоцикл это мотоцикл с музыкой это мотоцикл который приковывает к себе внимание это мотоцикл на котором можно вдвоем преодолевать очень большие расстояния с очень высоким уровнем комфорта но конечно же желательно по очень хорошим дорогам и преодолевая такие большие расстояния немаловажным моментом является расход этого мотоцикла и вот тут очень интересная история всех владельцев honda goldwing которых я когда-либо спрашивал а сколько же жрет этот бегемот они меня все уверяли что он есть чуть ли не как мой супер теннере у моего супер теннера литр двести объем здесь литр восемьсот объем напомню и они говорили что этот мотоцикл есть 5-6 литров ну а если ты ему там гадашь газку навалишь ему тогда он есть там 7 8 литров иногда иногда 9 ну я вот скорее всего считая что это немножечко заниженные показатели его расхода я бы сравнил его расход с расходом yamaha fgr я в прошлом году снимал на него обзор он есть на канале кому интересно может посмотреть в общем в том режиме в котором ездил я я не могу сказать что ездил на нем очень аккуратно и медленно но и не могу сказать что я ездил на нем там 150 200 я ездил на нем в своем среднем таком режиме вот в моем среднем режиме на супер теннере у меня получается пять с половиной 6 литров на этом же мотоцикле меньше 7 литров у меня не получалось вот как бы я не ездил в принципе ездил по прямым дорогам все но вот 7 литров это минимум который уходил у меня на 100 километров соответственно либо это специфика этого мотоцикла но я считаю что скорее всего при нормальной динамичной езде вот эти вот полтонны железа потребуют с вас ну наверное литров 10 на 100 километров но по трассе наверно меньше а если груженый наверно до 100 со вторым пассажиром да по с музычкой то все вся десяточка у вас на 100 километров уйдет поэтому скорее всего расход будет таким но наверное покупая такой мотоцикл последнее о чем нужно задумываться это о расходе потому что вот лично мое мнение что покупая мотоцикл вы в принципе изначально покупаете роскошь а покупая honda gold wing вы всем еще и заявляете о том что вы покупаете роскошь и наверное все таки не стоит экономить на запчастях на бензине и на всем остальном что вы будете вкладывать в этот мотоцикл а получать от него максимальное количество удовольствия наслаждаться им и наслаждаться путешествиями на нем и вот подходя к итогу всего что я сказал я наверно приведу такое свое резюме и скажу о том что этот мотоцикл он все таки для путешествий нельзя сказать что он там знаете как многие критики говорят это вообще не мотоцикл это вообще пол машины и зачем он нужен и все остальное я с этим не согласен да конечно же он не юркий мотоцикл и в пробке на нем не так допустим удобно как на каком-то более легком мотоцикле но если мы допустим берем путешествие и берем навьюченный мой мотоцикл или какой-нибудь там туристический бмвgs с огромными чемоданами то я вам хочу сказать что он не намного шире и не намного уже honda gold wing плюс-минус по ширине они такие же конечно же база длинше у голдвинга и вес больше но тем не менее когда мы говорим о путешествиях на тяжелых мотоциклах то honda gold wing где-то рядышком с теми же самыми гусями и моими супер тенери просто у нас разные классы мотоциклов если мы можем путешествовать по бездорожью повторюсь голде нужен хороший асфальт если же вы берете этот мотоцикл просто как игрушку вечером прокатиться в кафе или в ресторан со своей девушкой вполне может быть но не рассчитывайте что в пробках вам будет на нем комфортно это скорее всего не про него так что можно смело сказать что этот мотоцикл на нем можно путешествовать на нем нужно путешествовать но выбирать какие-то дальние маршруты с хорошими дорогами и пару технических моментов я вам скажу я думаю что это конечно же больше узко направлено на конкретно этот мотоцикл но возможно вы обратите внимание на эти нюансы когда будете искать себе подобный мотоцикл такого же года катаясь на этом мотоцикле определенное количество времени я увидел несколько ярко выраженных минусов которые мы за эту зиму с хозяином мотоцикла устранили во первых несколько лет назад по моему замечанию по поводу работы передней вилки хозяин ее полностью перебрал установил мощные пружины установил траверсу третью дополнительную посередине и вилка стала работать замечательно что повлияло на качественное управление мотоциклом плюс ко всему он перебрал и задние амортизаторы как я понял там тоже установлены другие более прогрессивные пружины покатавшись еще немного на этом мотоцикле я почувствовал что меня не устраивают тормоза на нем не могу сказать чтобы их там не было но они были довольно таки вяленькие какие-то задумчивые я соответственно сказал об этом хозяину и он предположил что колодки он наверное скорее всего не менял никогда они там старючие возможно просто высохли в общем мы не стали глубоко копать я просто-напросто заказали комплект оригинальных передних и задних колодок установили здесь у меня в гараже и сейчас на этом мотоцикле стоят новенькие колодки конечно же тормоза изменились но вы должны понимать что тормозить этот мотоцикл никогда как спортбайк не будет ну во-первых 2004 год и там нету abs а во-вторых мотоцикл весит полтонны и останавливается он ну не так как легенький какой-нибудь дорожный мотоцикл это тоже нужно понимать и в-третьих вот конкретно на этом мотоцикле 2004 года мне не хватило инновационных технологий сейчас объясню про что я есть по и abs я в априори знал что их здесь нету и скажем так я по ним не грустил хотя но я их очень люблю но мне не хватило возможности проигрывать музыку на этом мотоцикле со своего телефона связать допустим телефон по bluetooth у с проигрывателям и воспроизводить ту музыку которая у меня есть вместо этого мне приходилось слушать ту музыку которую закачал хозяин этого мотоцикла на проигрыватель ipad дело в том что в 2004 году на этом мотоцикле музыкальная установка могла воспроизводить радио и в багажнике стоял сидит ченджер на несколько дисков соответственно формат сиди дисков давным-давно умер сидит ченджер оттуда ушел на его место стали там кита усилители какие-то вещи а вместо этого сиди ченджера был впаян в эту систему какими-то умельцами маленький плеер ipad который ну довольно таки качественно воспроизводит музыку плюс ко всему он управляется с руля соответственно кнопками на руле вы можете делать громче тише и листать треки это довольно таки удобно но наверное все таки мы живем в двадцать первом веке и хотелось бы чтобы на этом мотоцикле уже были какие-то современные технологии я мог спокойно на него сесть подключить телефон и воспроизвести с него музыку но этот вопрос в принципе решается ценой у там двух трех тысяч рублей на алиэкспресс есть специальные блоки которые подключаются к любой в принципе звукопроизводящей станции там магнитоле автомобиля мотоцикла неважно чего и у них есть встроенный bluetooth вы связываете их с телефоном и все это воспроизводится через телефон поэтому вот такие вот три ярко выраженных недовольства у меня были с этим мотоциклом связаны два из которых мы решили ну а третье решить не успели хотя я предлагал хозяин установить этот блок но он говорит все извини решил продавать потому что беру другой мотоцикл буквально через два дня он приехал ко мне в гараж мы сменили масло на мой вопрос зачем ты меняешь масло может быть пускай уже новых владелец это сделать он говорит я так не могу масло я уже купил масло купил хорошая она у меня специально для этого мотоцикла стояла и надо его залить и отдать уже хозяину новому с новым маслом в моторе чтобы мне не было стыдно я хочу сказать друзья что очень классно когда есть такая возможность мотоциклисту купить бушный пускай мотоцикл у такого же мотоциклиста которого любил хойл лелеял и получить в руки пускай старенький мотоцикл но в очень и очень достойном состоянии подводя итог всему вышесказанному я хочу кстати обратить ваше внимание на то что мы протестировали мой подъемник сорокин недавно его приобрел у него заявленная грузоподъемность полтонны вот мы без проблем подняли honda goldwing сейчас он стоит на нижнем креплении я спустил гидравлику соответственно сорокин работает если кому-то это было интересно honda goldwing обслужена и уже у нее появился новый владелец я желаю им вместе пройти очень очень много километров ну а вам друзья если загорелись таким мотоциклом желаю конечно же найти не менее замечательный мотоцикл как этот закину небольшую такую заманушку и скажу то что новый мотоцикл который приобрел себе мой товарищ он в такого же класса но намного и намного харизматичнее уж не знаю насколько я смог быть объективным в своих выводах по поводу этого мотоцикла надеюсь не обидел любителей мотоциклов honda goldwing и рассказал ну максимально приближенные вещи про этот мотоцикл и нигде не ошибся если ошибся поправьте меня в комментариях с вами друзья прощаюсь и по традиции желаю вам путешествуйте и всем добра